Продолжаем выпуск. В Казахстане займутся снижением последствий от поводков и засухи. Также планируется существенно сократить потери воды. По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, в стране намерены управлять поводковыми ресурсами при помощи информационных систем. Это позволит моделировать и прогнозировать природные инциденты. Более подробно о том, почему так важно оптимизировать водные потери и получать максимальную эффективность от такого важного ресурса, поговорим с доктором технических наук, профессором, директором Международного исследовательского центра WaterHub Анатолием Рябцевым. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич. Первый вопрос. Водная отрасль одна из важнейших отраслей для каждого государства. Недавние поводки больше прежнего обнажили имеющиеся проблемы, одна из которых это изношенные гидроинженерные сооружения. Скажите, каким вам видится выход из ситуации? Каков алгоритм? В чем приоритет? Ну, действительно, события неординарные и создали прецеденты, которые требуют своего разрешения. Во-первых, территория нашей страны значительная, девятая в мире, как мы знаем. И с тем населением, которое у нас существует, конечно, обустройство инженерное довольно сложное. Протяженность каналов, длительность или расстояние между орошаемыми массивами, длительный перегон воды из одного источника на другой. Это все требует, конечно, финансовых ресурсов. Надо отдать должное, что в 70-80-е годы в Казахстане довольно интенсивно развивалась ирригация, строительство ирригационных сооружений, что позволило, в общем-то, создать хорошую базу для развития водного хозяйства. Да, но на сегодня все эти, большинство этих сооружений 60-70-х годов устарело. Я как раз об этом хочу сказать, что время прошло, 30-40, местами 50 лет прошло с того времени, когда построены эти сооружения, крупные гидроузлы, плотины и так далее. Они, конечно, требуют сегодня определенной корректировки, реконструкции, а может быть даже и замены. Тем более, что развитие орошаемого земледелия на месте не стоит. Мы знаем, что сейчас поставлена задача перед правительством, президентом страны о том, чтобы увеличить орошаемое поле до 3 миллионов гектаров. Это амбициозная задача, но она разрешимая. Я надеюсь, что привлечение сейчас международных финансовых институтов для финансирования этих объектов дадут свой положительный эффект. Ну и надо не забывать о безопасности, о которой сегодня вы начали разговор. То, что надо делать все, чтобы наши люди не несли убытки при таких разливах, при изменении температурного режима, мы знаем, климатические изменения, создали эту ситуацию. Вот это мы должны предсказать и за счет математических моделей, за счет информационных систем мы должны найти оптимальное решение для того, чтобы выйти из этого положения. То есть целый комплекс мероприятий. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, с начала года в Северное Аральское море поступило больше миллиарда кубометров воды. Это позволило увеличить объем воды до 21 миллиарда кубометров. Вот насколько только вот эта мера, да, поступление талых вод в такой бассейн позволит решить проблему орала? Ну, как мы знаем, большой орал практически прекратил свое существование. И только те меры, которые были в свое время, в начале 2000-х годов приняты по строительству малого орала, мы сохранили свою казахстанскую часть орала. Малый орал сегодня, как вы сказали, дополнительно принял миллиард кубометров воды. А это благоприятная ситуация для рыбного хозяйства, для мелиорации земель в низовьях, для хлора и фауны, которая, в общем-то, развивается. И, на наш взгляд, это очень благоприятно для того, чтобы население, местное население почувствовало более благоприятные условия для жизни. Хорошо. Времени совсем немного осталось. Но хотелось бы спросить, гидроинженерная отрасль на сегодня действительно сталкивается с серьезными вызовами. Один из которых, один из вызовов, это нехватка кадров. Вот с этой проблемой как на сегодня? Я должен сказать, что наш Национальный аграрный исследовательский университет серьезно занимается этой проблемой. Как мы знаем, где-то порядка по оценке специалистов 800-900 человек ежегодно надо сегодня готовить специалистов с тем, чтобы покрыть тот дефицит, который сложился годами. То есть, ему незначительнее? Не каждый, он сказывался годами. Поэтому сейчас принято решение снизить даже балл до 50, для того, чтобы привлечь сельскую молодежь, чтобы она активнее шла в эту отрасль. И это очень хороший шаг, который, я считаю, благотворно скажется на пополнение рядов гидротехников, миллиораторов на местах, особенно в сельской местности. И здесь важную роль играет то, что сейчас Аграрный университет открывает филиал Ташкентского института ирригации и механизации сельского хозяйства. Тесно сотрудничает с китайскими вузами, которые, в общем-то, довольно хорошо занимаются вопросами технотехнологий, вопросами водообеспечения, вопросами экономии водных ресурсов. И это положительно скажется на будущем подготовке специалистов. Благодарю вас, Анатолий Дмитриевич, нашли время, уделили, пришли к нам в студию, ответили на очень важные вопросы. Спасибо вам. О настоящем и будущем водных ресурсов Казахстана мы говорили с доктором технических наук, профессором, директором Международного исследовательского центра WaterHub Анатолием Рябцевым. А мы продолжаем выпуск.